Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас целый набор вопросов, поэтому давайте частями. Первое – это при каких условиях будут задействованы те части договора, касающиеся взаимной помощи в военной сфере. Первое, что хочу сказать и на что хочу обратить внимание, почему-то не аналитики, но, может быть, обратили, я не заметил, во всяком случае, да и смотреть, честно говоря, некогда было. Но, тем не менее, хочу обратить внимание вот на что. Ведь этот договор – это не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре, по-моему, 1962 года, что ли, там всё то же самое было. Здесь нет никакой новизны. Конечно, в современных условиях это смотрится как-то особенно остро, но, тем не менее, мы почти ничего не поменяли. И Корейская Народно-демократическая Республика имеет подобные договоры и с другими странами. Первое. Дальше. По поводу поводов оказания взаимной военной помощи. Там же написано – в случае агрессии, военной агрессии. Теперь, что касается Украины. Украинский режим начал агрессию, но не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Луганских и Донецких Народных Республик до того, как они входили в состав Российской Федерации. Теперь по поводу возможности как-то использовать, возможности друг друга в этом конфликте. Но мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости. Что там было ещё? Да, ещё по поводу санкций. А, санкции, да. Вот смотрите, что касается санкций. Вот я уже говорил, по-моему, на встрече с Вашими коллегами, руководителями информационных мировых агентств. Я тогда сказал, что некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Вот, как известно, я родом из Ленинграда, и что переживала Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу. У меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел там и умер. А что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Ведь это к чему ведёт? Это к чему ведёт к тому, чтобы семьи, даже если они очень находятся в сложном положении материальном, не имели возможности где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? И разве это гуманно? Поэтому и санкции, которые вводятся, и прежде всего, конечно, в данном случае по политическим соображениям, они всё-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества. Поэтому я сказал, выступая в Хиньяне, я сказал искренне, нам нужно, конечно, все вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме, и вообще соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Добрый день, телеканал «Звезда», Кавешников Константин. Скажите, пожалуйста, а как бы вы могли прокомментировать реакцию стран Запада, вернее, фактически отказ от предложенных вами условий мирного завершения конфликта на Украине? Ведь вы же вряд ли могли не ожидать такой реакции. И что всё-таки стояло за вашим решением публично назвать условия для мирного завершения конфликта, которые вроде как должны были стать предметом кулуарных переговоров, или всё-таки надежды на них теперь уже окончательно не оправдались? Вы знаете, мы вели эти кулуарные переговоры, и вот на это, Надежда, действительно, пока не оправдались. Что касается реакции наших западных так называемых партнёров, вы сказали, что я, видимо, не ждал. Нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Но что будет позднее, это время покажет. В зависимости, всё будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле. И думаю, что некоторые здравомыслящие политики ещё задумаются о том, являются ли сделаны новые предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон. И всей Европы, в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в Европе, в центре Европы. Об этом мы посмотрим. Я не уверен, что вот такое отношение к сделанным нам предложениям будут сохраняться вечно. Уже сейчас слышны голоса некоторых политиков, которые говорят о том, что да, может быть, это ультиматум, да, избыточные требования, но отказываться нельзя, нужно подумать и разобраться. А разве то, что было изложено нашими партнёрами, это не ультиматум, какие-то формулы напридумывали, хотя есть результат наших переговоров в Минске и Стамбуле? Почему этого никто не вспоминает? Там же, я же сто раз сказал об этом, если мы тогда договорились, и стоит подпись руководителя переговорной группы со стороны Украины, значит, что достигнутые в Стамбуле договорённости в принципе были приемлемы для украинской стороны. Что же такого произошло на земле, на поле боя, что позволяет выдвигать какие-то дополнительные, никак не связанные с нашими договорённостями в Стамбуле условия? Нет ничего подобного, что могло бы как-то изменить позицию другой переговоривающейся страны, в данном случае Украины. Поэтому я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка что-то будет меняться. В том числе будут меняться и наши условия, в зависимости от ситуации на земле. Павел Зарумин, телеканал «Россия». А вот как долго эти условия могут продолжать оставаться в силе? И вот на той самой конференции в Швейцарии, там ведь прозвучали такие многочисленные сигналы и заявления о том, что на следующей конференции, если она состоится, Россия должна быть, должна присутствовать. Понятно, что нюансов очень много, но тем не менее Россия откликнулась бы. Да, я же сказал, не мы же отказались от переговоров. Украинская сторона сама себе запрестила вести переговоры. Не мы, мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных формул, а на основе тех договорённостей, которые, я ещё раз это хочу повторить, были достигнуты в ходе непростых переговоров, полуторамесячных переговоров почти в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения. В Минске, в Стамбуле или в Швейцарии? У нас эти предложения лежат с нашей стороны на столе. Пожалуйста, это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе и приступят к этим переговорам. Хоть завтра, но когда они соизволят этим заниматься, это уже их дело. Но, повторяю, всё будет зависеть от того, что происходит в реальной жизни. И тогда, конечно, будем исходить из этого. Но, в принципе, принципиальный подход будет такой. Да, сейчас. Владимир Владимирович, здравствуйте. Екатерина Лазарева, УРАРУ. У меня вопрос по ядерному оружию. Вы недавно сказали, что допустили вероятность внесения изменений в нашу ядерную доктрину. А вот хотелось бы понять, при каких обстоятельствах это возможно, какие условия для этого должны сложиться и какие вообще изменения. Допускаете ли Вы, что среди этих изменений появится, что в нашей ядерной доктрине появится пункт о возможности нанесения превентивного ядерного удара? Вы знаете, я, по-моему, говорил о том, что мы и сейчас думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине, в стратегии можно было бы поменять. И связано это вот с чем. Это связано с тем, что появляются новые, и во всём случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверх малой мощности. И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы и применять, и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание с этим и связанным о заявлении о том, что мы думаем о возможных изменениях в наших стратегиях. Примитивный удар нам пока не нужен, потому что в ответ на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен. Владимир Владимирович. Возьмите микрофон, пожалуйста. Константин Панюшкин, Первый канал. Вы только что сказали, что от КНДР нет предложений с вашей стороны, тоже нет запроса на солдат. Но вместе с тем, если мы правильно понимаем, статья 4 договора подразумевает фактически коллективную оборону. В случае агрессии. В случае агрессии, да. И вот в тех условиях, когда против России уже фактически... Я уже ответил на этот вопрос. Фактически. Агрессия была со стороны киевского режима в отношении двух непризнанных нами на тот момент республик. А что стало определяющим фактором для Ким Чен Ына, для того, чтобы вот в такой непростой ситуации, когда против России ведётся вот эта необъявленная война, пойти на подписание вот этого договора? Это вы у него спросите. И для вас тоже. Как я могу сказать. А что касается сути, то я уже сказал, это практически полностью воспроизводит наш договор, который в связи с истечением срока закончил свои действия. Поэтому здесь новизны какой-то нет. Послушайте, подводите, пожалуйста. Давайте, давайте, так, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Ну что? Есть ещё же вечно тлеющий корейский кризис, который тоже теоретически может перерасти в полномасштабные боевые действия. Что вот в данном случае для вас было решающим при подписании этого договора с учётом вот этих обстоятельств? Ну, я уже два раза сказал, могу в третий раз повторить. Мы воспроизвели договор 60-го или 62-го года, который закончил своё существование. Да, конечно, корейский кризис, он такой тлеющий характер имеет. Но мы исходим из того и надеемся на то, что и наши договорённости с Корейской Народной Демократической Республикой будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горячую фасу. Газета «Коммерсант» Андрей Корейстников. А применение западного дальнобойного оружия можно считать актом агрессии? Обстрелы Белгорода и вообще российской территории можно считать актом агрессии? Ну, это требует дополнительного исследования, но это близко к тому, мы это анализируем. Ведь о чём идёт речь в данном случае, что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Ну, я вот и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договорённости с Корейской Народно-демократической Республикой, я и этого не исключаю. И куда они попадут дальше, это мы тоже ведь можем сказать таким же образом. Вот западники поставляют оружие Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем, и неважно, как они применяются. Ну, и мы также можем сказать, вот мы поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем. И пускай они думают на эту тему. Так что на данном этапе для нас важнейшая задача отражать эту тему. Владимир Владимирович, агентство ТАСС. Позволю себе немножечко переключиться с политической на экономическую повестку. Вот на Ваш взгляд, перспективы сегодняшних переговоров в Ханоэ с точки зрения торгово-экономического партнёрства, каковы они? Учитывая, что США постоянно и безапелляционно давят как на сам Вьетнам, так и на другие страны этого региона. И позволю себе в дополнение к этому вопросу поинтересоваться. Вы сегодня сказали о том, что Россия готова наладить прямые долгосрочные поставки углеводородов во Вьетнам, в том числе СПГ. Какие это могут быть проекты для новотека? Это просто инфраструктурные проекты или вхождение действительно в добычные проекты? У Михелесона, поинтересуйтесь, он вам расскажет более подробно. Здесь есть разные варианты. Можно и так, то есть здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения. А можно поставлять наш сжиженный газ с территории Российской Федерации. И так, и так можно. Здесь тоже есть перспективы, есть соответствующие блоки, на которых можно работать и осуществлять производство сжиженного природного газа. Что касается давления со стороны Вашингтона и других западных стран, то да, на кого-то это действует, на кого-то не очень. Но в любом случае, я хочу это подчеркнуть, поверьте мне, что так оно на самом деле происходит, то хамство, с которым американские власти это делают, они далеко не всегда идут им на пользу. А в стратегическом плане только во вред, потому что вот этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит. Пожалуйста. Да, ну а преодолевать мы научились уже. Мы же научились преодолевать. Посмотрите, у нас и добыча растёт, но если у нефти припала немножко, то это связано с нашими добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+. И цель – это удержать цены на приемлемом уровне. В принципе, у нас всё получается. Трудности есть, но и пути решения всех этих трудностей тоже существуют. Виктор Синёк, МИЦИЗВЕСТИЯ. Владимир Владимирович, вот украинский дипломат Кулебань дал интервью, где на вопрос, почему Украина ничего не делает для того, чтобы получить легитимного лидера, не проводит выборы, не идёт по процедуре, хотя, очевидно, он сейчас негативен, он ответил в духе, что опуская Россия, выведет свои войска, и тогда у нас всё наладится. Как Вы можете такие слова прокомментировать? Получается, что нам их легитимность, их лидерам нужна больше, чем им? Если позволите, очень быстро второй вопрос. Давайте я сначала на первый отвечу, а потом второй. Я вообще не люблю комментировать, чьи бы то ни было высказывания, тем более вторых или третьих лиц. Но в данном случае всё-таки не могу удержаться и не сказать, что если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чём мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов. Вот и всё. Я хотел спросить про Вашу поездку в КНДР. Вы ожидали, что приём будет таким масштабным и пышным, и неформальная часть запомнилась очень сильно, как Вы ездили на Аурусе, как Вы очень долго прощались в аэропорту. Какие у Вас отношения сложились с лидером КНДР, и как, по-вашему, на чём они основаны? Я думаю, что, да, во-первых, я этого не ожидал. Я представлял себя, конечно, примерно, как это будет. Есть определённые стандарты протокольные в КНДР, я их знаю, но что это примет такой масштаб, я, конечно, не ожидал. Отдельные вещи были совсем неожиданными. Это касается такой частной программы. А что нас объединяет, это вопросы, связанные с межгосударственным сотрудничеством и интересы развить Северной Кореи и Российской Федерации, причём в самых разных сферах, в сфере безопасности и экономики. Давайте. Здравствуйте, Дмитрий Лару, газета «Известия». В Южной Корее уже заявляют, что новый договор между Россией и КНДР угрожает их безопасности. В СМИ появляется информация, что СИУ может пересмотреть поставки летального оружия Киеву. Нет ли в планах или есть ли вообще такая возможность созвониться с руководством Южной Кореи, чтобы расставить все точки над «и»? И как в целом сейчас Москва видит урегулирование корейской проблемы? Спасибо. Что касается озабоченности Республики Корея, то, судя по тому, что вы сказали, я буду от этого отталкиваться, Южная Корея, Республика Корея не о чем беспокоится, потому что наша помощь в военном сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении Корейской народно-демократической республики не планирует, а значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости. Что касается поставок летального оружия в сону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что этого не произойдёт. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи. В НАДО прямо сейчас обсуждается приведение ядерных боеголовок в боевой готовности прямо сейчас. Как Россия воспринимает этот шаг и как это будет влиять на мировую стабильность и безопасность? Стратегические ядерные силы Российской Федерации всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делают сейчас в западных странах, нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем. И в случае роста каких-то угроз будем соответствующим образом адекватно на это реагировать. Александр Юношев, Лайф. Вы уже неоднократно говорили, что Зеленский не легитимен. Единственный легитимен орган – это Верховная Рада Украины. Кто-то из депутатов пытался послать сигналы, может быть, хотел выйти с вами на переговоры. Может быть, мы с кем-то ведём куларные переговоры и неформально… Сколько вы спали в этом мировке? Я имею в виду из депутатов Рады. Мне это неизвестно. Потом вы сказали, что я неоднократно говорил. Я ничего не говорил. Я просто провёл анализ, но даже не я, а наши юристы провели анализ. Это юридический анализ Конституции Украины. Я же называл эти статьи. 83-я статья о Конституции прямо говорит о том, что срок ограничен пятью годами. Там 109-е, по-моему, 110-е, 112-е, ну, примерно посмотреть можно, там же всё написано. Что в случае военного положения, значит, полномочия переходят, в том числе и полномочия верховного главнокомандующего переходят к спикеру Рады. Ну, там всё написано. В законе о военном положении тоже написано, что выборы президента не проводятся. Ну, там не сказано, что его полномочия пролонгируются, а значит, всё, поезд ушёл. Ну, и, наконец, решение Конституционного суда. Вы послушайте, это же написано чёрным по белому. Есть решение Конституционного суда в 2015 году, где прямо написано, срок полномочий президента – пять лет, и всё. Ну, о чём мы говорим-то? Это просто на Западе не хотят его сейчас менять, время не подошло. Я уже говорил, но это, мне кажется, очевидно для любого человека. Это очевидно. Значит, на него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. И всё, а потом поменяют. Я думаю, что это будет, ну, где-то в первой половине следующего года. Давайте заключительный вопрос. Давайте, сейчас, сейчас. Реа Новости, Владимир Владимирович, здравствуйте. Вот так или иначе, вас об этом спрашивали во время пресс-конференции, но вот западники постоянно повышают градусы и постоянно вот эскалируют ситуацию. Шаг за шагом. Повышают градусы. Вот с вашей точки зрения, какую они цель преследуют? Чего хотят добиться? Может быть, это какая-то провокация, вас на что-то провоцируют? Ну, действительно, мы это видим, наблюдаем. Они всё время, как вы сказали, повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение её государственности. Вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика. Курс, который мне недолго, там у нас, по-моему, полгода всего была формальная логика, преподавалась в университете, но я хорошо об этом помню. И помню даже преподавателя, который читал этот курс. Поэтому я думаю, что те, кто так думает, а тем более так говорит, совершают очередную большую ошибку. Спасибо большое. Вера, 10-го, Радио Вести ФМ. Из зоны СВО сообщают, что в СВО готовят новый контрнаступ на Харьковском направлении. Есть ли такая информация и готовы ли наши военные его отразить? Да, но наши военные к всем возможным развитиям ситуации готовятся. Что касается Харьковского направления, то я уже говорил, здесь секрета-то нет. Я же сказал, что ещё полгода назад я говорил о том, что если обстрелы наших населённых пунктов при границе будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились эти обстрелы, а мы сделали то, что и говорили, о чём и говорили. Да, нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой, опять, я хочу это подчеркнуть, именно любой ценой, опять любой ценой, выдавили наше подразделение на линию госграницы и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США. Ну, посмотрим, что будет происходить. На самом деле, но вот эта команда любой ценой, я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чём я говорю, она, конечно, если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооружённым силам. Ну, посмотрим, на самом деле, что будет происходить. В любом случае, как мы понимаем, а я говорил, что у нас нет целей к Харькову подходить и так далее, ну, это такое всё-таки тактическое направление. Противник будет пытаться подать это как стратегический успех, если у него что-то получится. Ну, посмотрим, что у него на самом деле будет получаться. Но это уже связано с большими потерями. Думаю, что, скорее всего, вот в таком ключе ситуация будет развиваться. Давать какие-то прогнозы очень сложно, потому что всё-таки это боевые действия, это непростая ситуация. Там же люди под пулями ходят, потери несут, понимаете. Поэтому сейчас сложно говорить, но оценка моей вот ситуации примерно такая. Да, пожалуйста. Глеб Иванов, газета «Аргументы и факты». Вы вчера после переговоров с северокорейским лидером сказали о том, что санкции Саббезон в отношении Северной Кореи следует пересмотреть. Я сейчас это повторю. Да, да, я сейчас это повторю. Вопрос, а как это сделать, учитывая то, что главы инициаторы тех санкций категорически против этого. Стоит ли здесь вести речь о реформе Саббезон, как этому призывают некоторые наши друзья по Брикс? Да. Спасибо. Что касается реформы ООН и Совета Безопасности ООН, то это проблема, которая далеко уходит за рамки тех тем, которые вы сейчас подняли. И Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник после Второй мировой войны и по его результатам, по результатам Второй мировой войны, по её результатам. И, конечно, ситуация в мире меняется, это требует какого-то реформирования и этого международного института. Но здесь нужно, это такой штамп уже нашего Министерства иностранных дел, нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что если это будет какое-то кулуарное решение, группа стран одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу, потому что оно просто утратит этот инструмент урегулирования споров. Как бы тяжело ни было, какими бы ни были издержки, но всё-таки так или иначе Совет Безопасности работает. Поэтому мы за реформу, но только, повторяю, на основе широкого консенсуса. Что касается пересмотра санкций в отношении Корейской народно-демократической республики, да, я об этом сказал, но я отдаю себе отчёт в том, что в сегодняшней ситуации обычными способами это будет практически невозможно сделать. Но работать над этим нужно. И нужно показывать, вот как, например, с трудовой миграцией, что отдельные инструменты, предложенные и согласованные в своё время, конечно, под аранжировку США, что они утрачивают всякую силу, смысл и гуманитарное начало того, ради чего они вводились. Поэтому мы намерены эту работу начинать, продолжать. Как у нас в народе говорят, вода камень точит. Посмотрим. Так, всё? Спасибо. Давайте завершаю, на этом закончим. Добрый вечер. Алексей Кнопко, телеканал «Россия». После ваших вчерашних переговоров в КНДР американская пресса стала писать, что американскую разведку поражают темпы сближения Москвы с Пхеньяном, Пекином и Тегераном. И товарищ Ким Чен Ын тоже отметил, что договор подписан был всего через несколько месяцев после того, как у вас с ним идея об этом документе возникла. Откуда такая скорость? Это Россия стала таким более привлекательным партнёром или это третьи страны в целом как-то переосмыслили своё отношение к мировым реалиям, к дипломатии, что ли? Нет, но я не знаю, как там… Мне трудно комментировать то, что было сказано, потому что я не знаю, как к тому, что происходит, относится развед сообщества в США. Но это одна из самых мощных разведок мира. Я думаю, что они хорошо информированы и вряд ли можно ожидать такую реакцию, потому что мы же открыто об этом говорим. И здесь не нужно заниматься ни электронной разведкой, ни агентурной для того, чтобы понимать, к чему идёт дело и на какой она стадии находится. Мы работали же в открытую, и все эти моменты обсуждались. Да, конечно, отдельные статьи мы обсуждали в закрытом режиме, но в целом можно было бы, наверное, посмотреть и наш договор от 60-х годов, который мы практически воспроизвели чуть ли не в полном виде. Поэтому странно, если это вызывает какое-то удивление, и что разведсообщество США не было к этому готово. Но достаточно всё проходило, конечно, энергично, но и обстановка в мире складывается таким образом, что требует укрепления нормативно-правовой базы с нашими партнёрами, особенно на тех направлениях, которые мы считаем важными, в том числе и с учётом того, что складывается в Азии. А мы видим, что в Азии происходит, правда, блоковая система сколачивается в Азии, уже НАТО туда переезжает, как на постоянное место жительства. И это, конечно, создаёт угрозу для всех стран регионов, в том числе и для Российской Федерации. Но мы на это обязаны реагировать и будем это делать. Вам большое спасибо, всего самого хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.